В эфире РБК ОФА. Мы вещаем из отеля Шаратон. Я Кирилл Кукош. Здравствуйте. Ухимское время 19.30. Сегодня мы освещаем конференцию РБК. Рынок недвижимости. Выход из кризиса. Крупное событие в эти минуты подходит к концу. Мы расскажем главное. Объем кредитов, выданных застройщикам с начала года региональными банками, вырос более чем на 30%. По мнению экспертов, это означает, что компании все-таки адаптировались к изменившимся условиям и научились правильно работать с кредитными организациями. Проблемы с привлечением средств, конечно, остаются. Строительные компании имеют длительные производственные циклы, поэтому они наиболее уязвимы при изменении платежеспособного спроса населения и его финансовых возможностей. На них, в первую очередь, влияют изменения экономической конъюнктуры. К примеру, ряд застройщиков, хоть и имеют определенный потенциал, но сталкиваются с кассовыми разрывами. Чтобы их преодолеть, они обращаются в кредитные организации, которые, в свою очередь, им отказывают, ссылаясь на высокие риски. С учетом того, что строительная отрасль все-таки является локомотивной и за собой тянет смежников, создает рабочие места в смежных отраслях, и, на мой взгляд, использование таких инструментов господдержки, которые, может быть, даже кратковременные на период кризиса, как какие-то государственные поручительства или залоги из государственных залоговых фондов, решили бы эту проблему. Они смогли бы покрыть кассовые разрывы и выйти на более высокие показатели. Вот власти республики не ожидают серьезного падения темпов строительства жилья в 2017 году. Такое заявление сделал сегодня первый заместитель председателя Госкомитета республики по строительству и архитектуре Николай Гава. По итогам 9 месяцев Башкортостан занимает первое место в Приволжском федеральном округе по вводу жилья с показателем в 1,8 млн квадратных метров со снижением в 6,5% к уровню прошлого года. Региональные власти предпринимают определенные шаги для активизации спроса и прежде всего речь идет о субсидировании ставки по ипотеке и республиканской программе жилищных сбережений. Результатом обоих программ стало повышение спроса на жилье. К примеру, только количество ипотечных кредитов в республике выросло на 30% с начала года. Сегодня в заделе находится такое огромное количество жилья. Если мы в год сдаем 1,1 млн квадратных метров жилья квадратным способом, а в стадии задела сегодня там, где уже есть фундаменты, стены, крыши, у нас имеется 3,5 млн квадратных метров. То есть мы на три года уже есть запас. По индивидуальному жилью еще больше задел, там более 12 млн квадратных метров. Это там, где хоть что-то уже начали делать. Но мы все будем делать для того, чтобы этот, во-первых, ускорился. И сейчас в студии РБК к разговору присоединяется управляющий директор по корпоративным рейтингам РА-эксперт Павел Митрофанов. Павел, добро пожаловать в УФО. И вам первый вопрос такой, как на сегодня изменилась динамика, если смотреть в целом по России, может быть, по региону есть цифры, по строительным компаниям, застройщикам. И, на ваш взгляд, кризис, он еще присутствует на рынке? К сожалению, можно сказать, что присутствует, потому что здесь и общие цифры по стране, и цифры по Башкортостану, они сходятся. Мы наблюдаем падение ввода нового жилья. Какая в этом кроется проблема? Проблема в том, что не хватает новых крупных проектов на смену тем, которые сейчас заканчиваются. Вот те, в принципе, рекордные, можно сказать, цифры по итогам 2015 года, которые мы видели и по стране, и по республике, они во многом достигнуты за счет каких-то проектов, которые начинались либо в докризисное время, на дешевых деньгах, которые могли привлечь застройщики, либо в самом начале кризиса, когда уже какие-то решения по финансированию всех этих средств, проектов были получены, ну и, соответственно, уже их довели. Вот сейчас самый большой вызов для всех – это найти и, скажем так, решиться на какие-то новые крупные проекты, привлечь под них по возможности проектное финансирование, потому что оно будет длиннее и дешевле, ну и, собственно, вернуться к наращиванию ввода, потому что это поддержит и цены, и это, собственно, обеспечит людей жильем. Ваше агентство в первую очередь по каким критериям оценивает и регионы, на что вы в первую очередь смотрите, и по каким цифрам вы видите то, что кризис все-таки сохранился? Ну, если говорить про регионы, то здесь очень важный момент – это нагрузка на бюджет региона, долговая нагрузка, ну и, соответственно, наличие в бюджете региона свободных средств. Не секрет, что все регионы в первую очередь обременены социалкой, но при этом сейчас везде пытаются создавать какие-то фонды поддержки либо местной промышленности, либо каких-то местных проектов. И вот, собственно, возможность изыскать и средства, и возможности под такие фонды, они в каких-то регионах будут очень сильно влиять на то, сможет ли местная экономика, в том числе строительный сектор, вернуться к тенденции роста. Потому что проблемы у всех строителей, и у крупных, и у мелких, и вот какая-то такая гарантия или прямая, или субсидирование, они могут помочь. Ну, собственно, для этого как раз регионы часто получают рейтинги, потому что на это смотрят банки, на это смотрят пенсионные фонды, и регион с такой оценкой может помочь своим региональным компаниям получить доступ к деньгам. Мы в первую очередь смотрим на сбалансированность бюджета, ну, еще раз возвращаясь к вашему вопросу, и на наличие свободных денежных средств бюджета. Вы что-то осталось сегодня, где находится, на каком месте, может быть, вот какие-то цифры можете привести? Ну, обычно, если говорить про рейтинги над надежности кредитоспособности, там не места, там, скажем так, буквы, соответствующие высокой или низкой кредитоспособности. У республики нет сейчас рейтинга, ну, по крайней мере, нашего, но в каких-то таких своих рабочих расчетах мы склонны всегда смотреть на республику как насильный, как на кредитоспособный регион. Да, спасибо. Напомню, что в студии РБК ОФА моим собеседником был управляющий директор по корпоративным рейтингам РАЭксперт Павел Митрофанов. И к этому часу вся информация. Оставайтесь с РБК.